Никто не может делать это, что делает это, к сожалению, ваш Танисенко. Я очень грустен с Балзонью, я его знаю. Когда он был митрополитом Московской патриархии, я встречался с ним, и когда он, кажется, приезжал в Белграде, когда он был кандидатом для Московского патриарха, и многие считают, что если бы его выбрали для Московского патриарха, никакого киевского патриарха не было. Я это сказал и должен снова сказать, я сомневаюсь, что власть Танисенко, пусть он не слышит, что он верит в Бога. Когда я видел, что Танисенко был в Америке, искал оружие от американцев, чтобы убивать свой народ, чтобы поддерживать гражданскую войну кровавую на Украине, то это стыдно. этот человек в Бога не верит, дай Бог ему покаяния, если он как частный человек может жить как его человек, но он использовал свое место, которое имел свое время как митрополит киевский, и положение это использовал теперь, чтобы делать этот раскол, глубинный раскол. Самый плохой раскол, который существует в одном народе, это духовный, церковный. Развивать хитон Христа Бога на Украине, Киевской Руси, Киево-Печерская лавра, это жемчужина, как сказать, и калибер не только в Украине и славянство в Северном Осаде, это калибер славянства православия всего мира и православной церкви вовсе. Как ему не стыдно, как ему не стыдно делать такое злодействие против своего народа, против своей церкви? А отнятие, кому принадлежит теперь эта церковь? На ненависти существует православная церковь? Как ему можно служить? Литургию на ненависти против своих братьев? И что же думает, что в этом будущее Украины, украинского народа, как он думает стать перед лицом Христа Бога в страшном суде? После этого злодействия, которое делает себя, своему народу, церкви Божьей на Украине, как он думает с Богом встретиться? Он может с Порошенко и с другими не знают встречаться и от них искать помощь, но тут надо искать помощь от Господа и дай Бог ему и этим, которые его следят, чтобы освободиться от лжи, от ненависти, на которой строят будущее, будущее и Украины, и украинского народа, и украинской православной церкви, и вовшеправославной церкви. Я надеюсь у Бога, что Бог им поможет. Простите, что я такой ваш Денисенко, он помогает сатане, чтобы разорвать единственный народ, это тело церковное, народное Киевской Руси. Дай ему Бог разума. И всем нам дай Бог разума. И если церковное дьерат подъемное свое дело, тогда нету будущее ни Украины, ни украинского народа, ни одного народа на землю шара, как сказать. Субтитры создавал DimaTorzok